В штате Нью-Йорк, эпицентре распространения коронавируса в США, число умерших от болезни продолжает расти. Так, в понедельник зарегистрировали на 7% больше смертей, чем днём ранее. Теперь их более 4700, а число заболевших превышает 131000. Ранее губернатор штата Эндрю Куома предполагал, что эпидемия достигла своего пика. Между тем, врачи скорой помощи и спасатели города Нью-Йорк говорят, что такого кризиса не видели за всю свою жизнь. И, по их словам, сложнее всего то, что людям невозможно оказать моральную поддержку. «Обычно мы подходим к людям, можем положить руку им на плечо, поддержать их. Врачи и спасатели часто это делают. Мы поддерживаем живых, когда не можем кого-то спасти. Но во время эпидемии мы вынуждены держать дистанцию». Парамедик спасательной службы Энтони говорит, что впервые в жизни рад, что одинок. Так он не сможет передать вирус кому-то из родственников. «Некоторые врачи скорой помощи и полицейские спят в своих машинах, потому что не хотят принести вирус домой. Некоторые говорили, что принесли вирус, и теперь кто-то из их родных заболел». Тем временем у больничного центра Гарлема прошёл протест врачей и медсестёр. Они недовольны нехваткой защитной экипировки, а также аппаратов для искусственной вентиляции лёгких. «Запускайте оборонное производство. Нужно начать массово делать аппараты ИВЛ, лекарства, маски М-95, перчатки, другое защитное снаряжение, которое нам необходимо в больницах. А ещё отменить арендную плату в Нью-Йорке, чтобы люди оставались дома». В целом, обычно наводнённый людьми и машинами город опустел. Магазины, салоны красоты и кафе закрыты. Некоторые рестораны по-прежнему работают, но продают еду только на вынос. «Раньше это был очень оживлённый район. Он был таким даже ночью. Но теперь и днём с 85-й по 95-ю улицу никого не видно. Странное чувство. Нью-Йорк никогда не будет прежним. Люди боятся друг друга, боятся встречаться». Между тем, в зоопарке Бронкса у местной тигрицы Надии выявили COVID-19. Ветеринар сказал, что животное потеряло аппетит и у него сухой кашель. Такие же симптомы ещё у трёх тигров и трёх львов. «Смотритель увидел, что эти большие кошки кашляют, некоторые чихают. У Надии это началось несколько дней назад. Она стала отказываться от еды». В зоопарке говорят, что пока не знают, кто из сотрудников заразил больших кошек. Но точно известно, что болезнь у него проходит бессимптомно. Как ожидается, все тигры и львы поправятся. Умерших от коронавируса в больницах Франции снова больше. Их число увеличилось на 10% по сравнению с предыдущим днём и в целом превысило 6400 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны. Он добавил, что если прибавить частичные данные о смертях от COVID-19 в домах престарелых, то общее число смертей выросло с чуть более 8000 до 8911 человек. До этого в течение нескольких дней наблюдался спад числа умерших. Впрочем, есть и хорошие новости. «За последние 24 часа 478 новых пациентов были помещены в отделение реанимации. Нам нужно было найти места ещё для 94 пациентов. Но случаев выздоровления тоже много. И каждый день людей, которых необходимо отправить в реанимацию, становится всё меньше». Тем временем британского премьера Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после того, как его состояние ухудшилось. В воскресенье вечером он отправился в стационар госпиталя Сент-Томас после 10 дней в домашней самоизоляции. Коронавирусом 55-летний политик заразился вместе со своей беременной невестой. На посту Джонсона будет замещать министр иностранных дел в Великобритании Доминик Рааб. Австрия и Германия планируют постепенно снимать карантин. Так австрийское правительство собирается открыть маленькие магазинчики уже со следующей недели. А с 1 мая все торговые заведения страны смогут работать в обычном режиме. Жители Вены поддержали такое решение. «Я рад тому, что они ослабляют ограничения. Надеюсь, мы вернёмся к обычной жизни уже скоро. Хотя нужно по-прежнему сохранять осторожность». «Я рада, что появился свет в конце тоннеля. Но произойдёт это или нет – посмотрим, потому что поступает слишком много информации. Я была бы рада, если бы мы смогли постепенно вернуться к прежней жизни». Правительство Германии составило список мер, которые помогут стране поэтапно отменить карантин уже 19 апреля. Так всем будет предписано обязательно ходить в масках в общественных местах и ограничить собрания. Также планируется быстро отслеживать все цепи новых заражений. С 19 апреля в стране откроют магазины, а также школы в тех регионах, где заболевших немного. При этом социальное дистанцирование всё ещё будет в силе. Во время карантина российские бездомные оказались в наиболее уязвимом положении. Помочь им решила благотворительная организация «Ночлежка», которая работает в Москве и Петербурге. Она запустила инициативу «Ты не один» и подготовила 120 пакетов с гуманитарной помощью – по 60 на каждый город. «Все эти меры, введённые, очень понятные про самоизоляцию и просьбу не выходить на улицу, они невыполнимы для бездомного человека. Бездомный человек не может остаться дома, потому что, в общем, у дома у него тоже никакого нет. И поэтому, если раньше люди могли переночевать, или посидеть ночью на вокзале, или, например, помыть руки в туалете торгового центра, то сейчас и это тоже для них стало невозможным». Гуманитарный набор состоит из печенья, лапши быстрого приготовления, консервов и предметов личной гигиены. Пакеты развешивают на оградах возле вокзала на расстоянии друг от друга. Раздавать их обычным способом нельзя, чтобы не создавать риск заражения коронавирусом. На каждом пакете записка с обращением к бездомному и просьбой брать только один набор. 120 пакетов с помощью не спасут бездомных от голода. Но благотворительная организация надеется, что жители Москвы и Петербурга последуют её примеру и поддержат этих людей во время карантина. По оценкам ночлежки по всей стране насчитывается от 1,3 до полутора миллионов бездомных. Между тем, в России за минувшие сутки выявлено 954 заражённых COVID-19. В общей сложности зарегистрировано 6343 случая заболевания. Умерли 47 человек, поправились 406. Белая, цветная, мягкая и не очень. У туалетной бумаги есть много особенностей и жительница Берлина Юли Гудехус прекрасно разбирается во всех этих тонкостях. Она коллекционирует туалетную бумагу уже 30 лет. И теперь, когда этот предмет гигиены стал пользоваться повышенным спросом, для необычной коллекции наступил звёздный час. Юли хранит образцы бумаги в толстых папках. Каждый листок убран в прозрачный файл. Женщина сняла серию видеосюжетов о коллекции и выложила на Ютуб. «Мне нравится, что к моим видео на Ютуб проявляют интерес. Я совершенно спонтанно решила показать свою коллекцию. Я очень долго собирала туалетную бумагу, а сейчас эта тема у всех на устах. Я просто хочу показать эту бумагу, поскольку мне есть что рассказать о ней». Юли по профессии дизайнер. В конце 1989 года она хотела сделать тематический календарь из туалетной бумаги. Из затеи ничего не вышло, зато женщина увлеклась коллекционированием. «Думаю, туалетная бумага – это что-то вроде отражения характера нации или большого региона. Конечно, во многих странах мира вообще нет туалетной бумаги, но там, где её используют, есть большие различия. Например, разные размеры. В Германии у неё формат А6, как у открытки. В Азии делают длинные листки. Ширина тоже бывает разная». Коллекционер говорит, что в Германии любят многослойную бумагу, а в Великобритании – тонкую и мягкую. Некоторые подбирают расцветку под интерьер ванной комнаты. А кому-то нравится бумага с весёлыми рисунками. В коллекции немки 800 образцов туалетной бумаги из разных стран мира.